Напомним, что в прошлую пятницу в республике с рабочим визитом побывал председатель Комитета Госдумы по делам национальности Валерий Газаев. Круглый стол, прошедший в национальной библиотеке, объединил всех, кто хранит язык и традиции, самобытность и культуру своих народов. Чувашия стала родным домом для 128 национальностей. В республике работают более 30 национально-культурных объединений. Уважаемые коллеги и друзья, я хотел бы несколько слов сказать на чувашском языке. Всех иракун полтар. Руководитель региона Олег Николаев отметил, что национально-культурные объединения ведут в регионе активную работу. Правительство поддерживает многие проекты с помощью грантов. Та работа, которая на сегодняшний день в Чувашской республике организована в области национальной и межнациональной политики, она носит системный характер, и мы здесь нацелены, прежде всего, сохранить то согласие, которое всегда было свойственным для Чувашской республики, ну и, конечно же, сделать все, чтобы каждому жителю Чувашской республики, независимо, какой национальности или вероцеповедания он не был, ему было комфортно здесь жить и развиваться. Во главу угла в республике ставят продвижение родного языка. В 67 детских садах и 158 общеобразовательных школах реализуют программы дошкольного образования на чувашском языке. Три детских сада и пять школ на татарском. Кроме того, готовится новый учебно-методический комплект по чувашскому языку. Учебник поступит в школы к началу нового учебного года. Валерий Газаев согласился с тем, что сохранение национальной идентичности неразрывно связано с развитием языка. По его мнению, вопрос по объединению регионов, который активно обсуждается в обществе, нуждается в детальной проработке. И действовать здесь надо осторожно. Моё мнение, нельзя две совершенно разных республик объединять непонятно, так сказать. У каждой республики свои традиции, культура, история, в конце концов, так сказать, обычаи. Поэтому вместе, ну это сложно будет, на мой взгляд. Да, есть, допустим, республики, которые, может быть, которые действительно, так сказать, есть единый язык, единое понимание, значит, отношение, культура единая. Может быть, и есть смысл. А что касается просто взять огульно две республики, сойдите, мне кажется, что моё мнение – это неправильно. Участники круглого стола ознакомились с выставкой, посвященной 150-летию основания чувашской письменности. Экспозиция отражает все это о постановлении развития чувашской письменности, от древнейших её символов до этапа цифровизации. Наталья Мальчикова, Георгий Кривошейн, Андрей Шоклев, Республика.